Почему такая морозда жирная? Умываться надо с умывалкой. Умывалкой, умывайся. Кожа жирная у мужчин. Более чем у женщин. А у меня чего? Здарова, пупсик! Сейчас мы вместе с тобой посумолим свеженького доктора Агнуса. Сегодня он нам расскажет про какие-то космические штуки, называется ролик «Глупая ситуация однажды на Венере». Погнали! С вами было приятно работать. А к выполненной работе я подписал. Оплату получила, она в пути. Нужна будет ещё звезда жизни, обращайтесь. А, вот что сделал. Звезда жизни. Ну это как звезда смерти, только жизнь. Чё? На какой планете? Душа раздирающая зрелища. Что это, Марс? Крушение. А, Венера. Слыть-ка золотые. Где какие-либо телодвижения? Почему вы до сих пор не собираете? А ну быстро исправляйте свой косяк, без толчей. Венера – это вторая по удалённости от Солнца планета нашей Солнечной системы. Размер Венеры примерно, как наша планета Земля. Иногда, кстати, Венеру называют даже сестричкой Земли. А чё с пустыми руками? Странно, на самом деле, что сестричка Земли, когда... А, ты такие... Там же жить вообще невозможно, правильно? Марс больше, сестричка Земли. Ммм, он братюня. Ну, брат. Ну, а это сестричка? Более вероятно. А там вообще, вроде, даже приземлиться нельзя. Ну, вот, приземлиться же. Как прелесть, мы себя забудем. Удачи. Доброты. Да ладно уже, давай, пошёл. Да, вот всё. Ну, всё, расплавился. Ё-моё, температура на поверхности венеры... Сплыватенько, да? Жарковатенько много. Сестра. Сестра. Можно тоже пожить по челюбе там. Смайл, сестра. Смайл, сестра. 4 градуса Цельсия. Так, нужен костюмчик поупористее. Костюм из алюминия. Должен помочь. Нееет. Я думаю, а внутри там не жарится? Так алюминия расплавится. Ой, готовы как банки мясо. Лишь бы не работать. Ну, а теперь чё? Давление. Атмосферное давление 93 бара. Офигеть. Это как на земле почти на километровой глубине в море. А. Так лучше пошла жара. А как? Получится при такой температуре и какое-то супер-пупер закалённое стекло и механизмы. Думаешь, получится что-то такое опустить? Зон пускали вообще какой-нибудь на Венеру? Наверное, же пускали. Они вроде как-то разбивались там. То есть они там как-то сгорали и всё. Не могли приземлиться? Да. Но корабль груза приземлился. Привенериться, да, точно. Надеюсь, за сутки управитесь. Венера вращается вокруг своей оси в противоположную сторону относительно Земли. То есть там, где у нас восток на Венере-запад. Год длится на Венере почти 225 земных суток. А вокруг своей оси планета вращается медленнее всех из всех планет Солнечной системы. А сколько тогда день длится, интересно? Один световой. 243 земных суток. Нифига себе день. Давайте-ка пошустрее, а. Это один день, 243 земных суток? 200 суток, да. Видишь, очень медленно получается двигается. Это почти год прошёл, а там ещё до сих пор всё... День проходит. А ночь как там? Тоже же будет ночь? А ночь? Получается очень долгая ночь и очень долгий день. Ну да. Вообще капец. Тем более, я вижу, кажется, дождь собирается. Какой? Кислотный? Ага, молодец. Ага, молодец. Но удачи. Тут дождей сер... Это чисто для коктейля. Коктейльный зонтик. Кислоты, если нет. Кислота. На Венере настолько плотные серно-кислотные облака, что погреться в лучах солнца просто не получится. Максимальный уровень освещенности составляет примерно 2000 люкс. Для сравнения, на Земле в пасмурный день освещенность 1000 люкс. Но в солнечный ясный день на Земле показатель доходит до 25000 люкс. Ого. Там ещё капец как темно. Ещё когда-то кислота на себя сверху падает. Супер жарко, супер большое давление. Не хочу на Венеру, даже на экскурсию. Нет. Если идёт дождь на Венере, то это не что иное, как серная кислота. Однако температура на поверхности планеты настолько высокая... Испаряется? ...но капли дождя не долетают до поверхности. Испаряется, что это на пути. Я не понял, а чё опять стоим? Пару часов поработали и всё? Ну, алё. Воздуха не хватает. Всё забывалось? Давайте, чините и завалите свои костюмчики. Первый, кто наблюдал за Венерой в телескоп, был Галилео Галилей в 17 веке. 12 февраля 1961 года был запущен советский космический корабль «Венера-1». Это был первый в мире космический корабль для изучения Венера из космоса. Сфоткал. Спустя неделю, связь с кораблём была потеряна по причине отказа электроники. После люди отправляли ещё кучу советских и американских аппаратов. Но только в 1975 году «Венера-9» и «Венера-10» смогли прислать первые чёрно-белые фотографии. Только прикинь. Чёрно-белые фотографии. Да, всё, что они могли, да, сделать. А в 1982 году аппараты «Венера-13» и «Чёрно-14» прислали фото с поверхности Венеры уже в цвете. О, технологии. Люди видели поверхность Венеры и сильно надеялись, что там кто-нибудь доживёт. Но получив данные температуры с поверхности планеты... А, ну да, никто же не знал, даже когда там температура, какие там условия, все думали, мало ли. Да, где там живёт кто-нибудь. Если кто-то жил, то уже, может быть, кто-то прилетел. Хотя, если жизнь была бы не такая разумная, может, в форме каких-то бактерий, то... А покинешься раньше, может, реально там была жизнь просто потом... Катастрофа случилась, какая-то температура поднялась, и всё. Люди начали атомную войну устраивать там, и вот такая штука пошла. А потом не переселились их, что, на космические корабли? Нет, не переселились, просто... Куда? Всё, всё, всё уничтожили? Да. Нет, не сильно. А что ты решил, что там были люди? Там были венериане. Ну, венериане. Так не факт, что не были людьми. Венерианские люди. Радостные фотографии. Сильно расстроились. Да так, что решили забить на дальнейшее изучение этого ада. Кстати, космические аппараты, что смогли спуститься на поверхность Венеры, могли работать всего пару часов. Воу, видишь? Прикинь. Очень жёстко. Ну, красавцы, блин. Ну, красавцы. Алло, расстроение. Вы на Венеру когда полетите ещё? В 2029-м планируете? Ага. А раньше никак? Жаль. Забрать? Злонца? А я слышал, Венеру используют для гравитационных манёвров на пути к другим телам Солнечной системы. Есть такой, да? Солнце? Во! К другим телам Солнечной системы, а не к Солнцу. Так, блин, слушаешь, она же положена на направление к Солнцу. Как они так это используют? Взява, устойчиво. Обшивка. Слушайте, не служба, а в дружбу. Залетите на Венеру, а? Там работают... Как они вообще умудрились приземлиться? Скажи мне. Координаты скину, посылочку подберите. Не подпишутся они такое. Да ладно вам, всё равно же порошняком летаете мимо. Подписывайтесь. Ну ладно, Венера, понятно, почему непригодна для жизни. Там, типа, вообще отстойная ситуация. А Марс? Что-нибудь так с Марсом? Там слишком холодно? Минус 200 с чем-то градусов. Радиация. И нет ни воздуха, ни воды, ничего нет. А как-то его собираются колонизировать. Они собираются искусство отречить создавать? Они всё с собой привезут. И воздух, и воду. А если закончится, там есть какой-то генератор? Ну, да. Или будут подвозить? Ты перерабатываешь просто ее. То есть, всё, что ты выпил, ты выписал. Всё это снова переработал и снова выпил. Воздух тоже из-за фотосинтеза этого регенируется. А растения там могут вообще ужиться в каких-то теплицах? Нет, там как-то фотосинтез. Там разлагают как-то воду и как-то достают. Блин, я не знаю, когда сложный процесс какой-то там. Я видел какой-то фильм, они там планируют построить какую-то огромную, типа, оранжерею. И посмотрите, какие-то деревья, они будут все под куполом. И потом постепенно пытаться создать атмосферу у Марса, обогатить ее тоже кислородом, чтобы в перспективе... Вообще, я думаю, типа, это реально, но... Вроде же говорили, нашли там высосшее русло реки, нет? Но это должно занять тысячи-тысячи лет. Ну, да. Прямо очень долго. Мне кажется... Чуть-чуть перевозить, всё это обустраивать. Я не совсем этого понимаю. С одной стороны, это кажется прикольно, но с другой стороны, у тебя есть такой комфортный, милый дом. Это как, знаешь, у тебя есть квартира, ты её засрал с ног до головы, и ты думаешь, я не буду разбирать завалы и делать ремонт, я лучше себе перейду в новую бетонную коробку без ремонта вообще. Я бы понимал, чтобы если бы на земле была идиллия, всем вообще было всё по кайфу, и просто думаешь, ну... По приколу. А почему бы ещё, да, вот, знаешь, поработить чего-нибудь планету себе? Некого там, некого порабочать. Ну, никого в смысле вообще забрать себе. Заселись, наверное, так будет правильно. Было бы прикольно. Да, просто фишка в том, что на земле столько кучи проблем, прям, и ты думаешь, блин, давайте, может, эти деньги пустим там на разочарение каких-то экологической ситуации не очень хорошей, придумаем какие-нибудь там альтернативные методы энергетики и полностью уберём всё, что загрязняет нашу природу. Ну смотри, а кто занимается вот этой космической жизнью, а кто занимается политикой, это же разные люди, да? Ну да. Вот. И они друг к другу не пресекаются. Просто есть Лон Маск. Он такой, типа, мне прикольно планета, я хочу колонизировать, мне пофиг, у меня есть деньги на это, мы полетели, до свидания. А вы только хотите. И вот эти люди, которые населят Марс, да, если не выживут, всё такое, всё, они, получается, уже не вернутся обратно. Вообще? Так там будет прям марсианское... Ну, я думаю, как ты уже вернёшься. Там всё, там будет, получается, марсианское... Там только один путь туда занимает... Сколько? Сколько там, несколько лет. Несколько лет? Да. Может, сколько-то месяца? Не. А что, они будут так на корабле там несколько лет тусить, или есть какие-то, как в фильмах про будущее, Крио, капсулы, нету? А, ещё таких нету. Там один манёвр, чтобы долететь туда, вот через планету. Блин, сложно, слушай. Там один раз в пять лет можно летать туда. Ну, я бы, короче, посмотрела, чтобы получилось, но я бы сама, как турист, туда бы не полетела. Нет, а ты? Ты бы хотел на Марсе жить? Ой, не знаю. А я бы, нет, мне кажется, дико скучно. Нет, ну, слушай, сейчас не хочу, да. Но если вдруг Марс, к примеру, дальше такой развился... За сколько? За 20 лет? Удачи. Ну, гипотетически, к примеру. Знаешь, такой, всё, там построили всё на Марсе, знаешь, всё, воздух есть, можно, короче, сейчас посмотреть и, может быть, в старости, там, на конец жизни уже. А, чтобы прилететь и умереть, да? Ну, да. Какая прелесть. Посмотреть. Напоследок. Это Париж, знаешь, прилететь в Париже и умереть. Да, типа такого. Поняла. Короче, вот такая была реакция. Спасибо больше за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай ещё это видео посмотрим. А может, лучше это? Сложный выбор. Сложный выбор. Хм. Хм.